Ну что ж, шаман, мальчишка, конечно, слабоват, но это ничего. Пара месяцев тренировок, он нагонит нормативы. В целом он показал себя хорошо, к нему вопросов нет. Ты мне о другом расскажи? Ты уверен в своих рекомендациях насчет Бергамота? Как ты понимаешь, ребята провели некоторые изыскания, и ты сам до недавнего времени отзывался об этом человеке, мягко говоря, негативно. Человеку свойственно меняться. Бергамот это мне доказал. Он хороший боец. Хитрый, ловкий, умный. Чего не могу сказать о грызуне, но его я буду гонять и драть за оплошности, как Сидорову Козу. Воспитаю из него и Артема нормальных наемников. Уверен, Бергамот мне поможет в этом. После моих слов в просторном кабинете воцарилась звенящая тишина. Глава бросил в мою сторону еще один долгий испытывающий взгляд, от которого у любого засосет под ложечкой. Чужой вздох и три громких щелчка печати отдались болезненными ощущениями в районе недавно зажившей раны. Приняты. Сознание отказывалось усваивать одно простое слово. Приняты. Так просто и бесхитростно. Я еле сдерживал себя, чтобы не улыбнуться, но спустя мгновение мое расположение духа поумерил сам Север. С завтрашнего дня вы вчетвером формируете единую группу. Командир, ты. Что касается Бергамота, даю ему испытательный срок в три месяца. Твоя задача проследить, чтобы он доказал нам всем то, что смог доказать тебе. Но если будут хоть малейшие подозрения, ты сам понимаешь последствия. Если нет вопросов, то свободен. Спасибо. До свидания. Только я вышел в коридор, плотнее закрыв за собой дверь, сорвался с места по лестнице вниз. Спешил скорее добраться до своих и рассказать им вполне оптимистичные новости. Обучение для пацанов будет сложным. Как никак они в синдикат наемников вступили, а не в какую-то развеселую безбашенную свободу. Что до нашего бывшего свободовца, насчет него я спокоен. Еще одна короткая проверка его способностей, и он сможет ходить со мной на боевые задания. Доказывать свою верность северу. Толкнув плечом дверь подъезда, я вошел в тонкие сумерки с запахом дыма, с примесью аромата жареного мяса. Моя, теперь официальная, группа сидела во дворе у костра в компании еще семерых моих соклановцев. От них донесся дружный, безудержный хохот, чем вызвало самого меня улыбку. Ребята вливаются в нашу большую боевую семью. Сунув руки в карманы куртки, я расслабленно направился к ним. Погодите, погодите, дальше лучше. В общем, этот долговец мне такой, ты чего, мол, тут делаешь? Ты кто вообще? А я чую, от того баром за километр несет. Я отвечаю так неловко, насколько смелости хватило. Белочка я, мол, осмотреться осмотрелась, а теперь обживаться собралась. Небольшая компания в синих комбинезонах взорвалась смехом, и только грызун, недоверчиво причмокнув, поморщил нос и мотнул головой. Брешешься все, не бывает так. Только бергамот его претензий и не слушал. Его делом было историю рассказать, а правда рассказ или вымысел, зоны и слушатели сами рассудят. Внимание бывшего свободовца полностью переключилось на меня, подошедшего к костру и теперь наблюдавшего за ситуацией с расстояния остальных участников. В глазах товарища читался немой вопрос и робкая надежда на хорошие новости. Оно и неудивительно. А ты припозднился, шаман. Так все самое интересное пропустишь. Я эту историю сто раз слышал. Но ты продолжай, мешать не буду. Я уселся рядом с Ильей, оставив его по левую руку и повернувшись к Артемке справа. Малыш сидел в обнимку с дремлющим у него на коленях гопой и смотрел на меня полными беспокойного ожидания глазами. Поймал на себе и озабоченный взгляд Химы, что сидела на стульчике, предоставленном ей грызуном. Мы упорно игнорировали друг друга с самого моего возвращения в сознание. В доме доктора старались не оставаться наедине в одной комнате, а вернувшись в город, держались на расстоянии. Она злилась на меня после той сцены у дерева. Я же не простил ей предательство. И думаю, никогда не прощу, хоть небеса развернутся. Ну что, новобранец, готов завтра грызть гранит? Эээ, наемничество. Паренек с улыбкой закивал, покрепче обняв своего драгоценного кота. Боюсь предполагать, осознавал ли он, что его ждет. Но встречать завтрашний день он был готов со всей своей уверенностью и почти детским оптимизмом. О, Зона, позволь ты ему сохранить за собой эту беззаботность. А как остальные? Их тоже приняли? Даже грызуна? Грызуна, к сожалению, тоже взяли. Ему я буду предъявлять более жесткие требования. Ибо нехер про себя невесть, что трепать. Боец с химерами, мать его. Я слегка согнул спину, потер ладони, протянул их ближе к костру. Боковым зрением заметил, как хима лениво поднялась со стульчика и плавно вихляя задом направилась в нашу сторону, огибая костер. Хотела послушать наш разговор с Артемкой, зараза любопытная. Наша группа ее уже не касается, а она продолжает липнуть к моим пацанам. Если не перестанет, я буду вынужден пригрозить ей рассказать о ее подвиге Северу. Он-то не посмотрит, что она девка. Что до Бергамота, начальник не проникся к нему уважением. Дал испытательный срок три месяца. И если он за это время ничего не накосячит, войдет в наши ряды уже официально. Эй, шаман! Меня окликнули со спины, и прежде чем я успел обернуться на певучий женский голос, мне на колени с тихим звоном струн была водружена гитара. Наемница обняла меня сзади за плечи и на ухо прошептала фразу. Спой что-нибудь, м? Неужели кусты, по-твоему, более благодарные зрители? Скрипнув от раздражения зубами, я снял с себя руки наемницы и, еле вытянув на лице кислую улыбку, спросил у девушки. Ну и что тебе конкретно спеть, милая моя? Если бы не упоминание Химы о кусте, перед которым мы с Бергамотом устроили песни и пляски, я бы от души послал наглую девку ко всем ее древним предкам. А так Хима может напакостить мне и выложить видеозапись в сталкерскую сеть. Ммм... Что угодно. На твой вкус. Лукаво улыбнувшись, девушка кокетливо опустилась на свое место. Не сводила она своего кошачьего взгляда, пока я настраивал побитый жизнью в зоне инструмент и вспоминал какие-то простецкие аккорды. Не зря, ох, не зря ее кто-то проницательной химерой обозвал. Опасная, хитрая, дура к тому же. Ну, сама попросила. Буркнул я в ответ, нехотя прижимая к грифу режущие пальцы металлические струны. Давно не испытывал этого ощущения. Давно не пел. Так, чтобы просто от души шло. Но пока мои потуги вспомнить хоть что-то, вызывали лишь злорадное хихиканье наемницы да терпеливое ожидание других товарищей по оружию. Я сбивался, зажимал не те лады и путался в собственных пальцах. А гитара под моим напором окончательно сползла на колени, положением теперь напоминая гусли. Гопа проснулся от моих музыкальных потуг и, проворчав что-то неразборчивое, поспешил уйти от костра куда-нибудь, где будет потише. Или музыкант попрофессиональней. И только Темка, оставшись без теплого комка шерсти, не сводя полных предвкушения глаз, ожидал. И вот как подвести такого, как он? От одного взгляда на него озарение пришло как-то само собой. Бодро вскинув гитару поудобнее, я чисто и непринужденно огласил округу не самым академическим, но точно вдохновленным пением. А не спеть ли мне песню О любви, а не выдумать ли Новый жанр по попсове и мотив И стихи всю жизнь получать Гонорар Есть такие песни, которые заседают в памяти настолько глубоко, что даже в старости на смертном одре ты без труда сможешь припомнить аккорды и забацать одинокой костлявой леди что-то ностальгичное и теплое. Что-то из хулиганской простой жизни, когда еще собирались дворами и под тенью обшарпанных подъездных козырьков пятиэтажек орали во все горло песни до приезда наряда полиции, вызванного кем-то из разбуженных жильцов. Что-то с давно покинутой нами большой земли Отдельного, недоступного нам сталкерам мира Песня здесь, в зоне, как бы ни была исполнена для каждого значила что-то свое И этим своим не делились Какое-то всеобщее, строгое, неписанное правило Стоило мне подать признаки умений и серьезного настроя Наемники у костра поутихли Молча, глядя кто куда, они внимали строкам И в глазах каждого светилось что-то свое Мою песню услышат Тысячи голоса мое фото раскупят Сотни рук мое солнце мне скажет Это про нас посмеется Над текстом Лучший друг Недолгий проигрыш дал мне шанс оторваться от зрителей напротив И боковым зрением осторожно осмотреть тех Кто мне был намного важнее Чьи эмоции меня волновали куда больше Насторожившийся до того бергамот Теперь и вовсе спрятал от меня свой взгляд Сгорбил спину и отвернулся Как бы я не изворачивался с гитарой наперевес Не смог бы разглядеть его лица И сидел он совершенно недвижимый Как в статую обратился от одного моего голоса Зато хима, еле освещаемая тусклыми отблесками костра Почти сияла Сидя на своем стульчике, она вся вытянулась в направлении костра С улыбкой на хорошеньком девичьем личике и жгучим блеском в глазах Ей поют, да еще и о любви Несмотря ни на что, она все еще имеет власть Еще имеет рычаги давления А значит, может быть, все образуется Может, со временем забудется, вся дрянь и все будет как прежде Неподдельная заинтересованность заставила меня тихо усмехнуться И открыто подмигнуть наемнице А не спеть ли мне песню О любви только что-то струна Ворвалась да сломалась перо Ты прости, может, в следующий раз А сейчас пора спать Еще не сошло со слушателей это мечтательное, близкое к трансу состояние Последний аккорд угасающим эхом еще звучал Отдаваясь в корпусе гитары Когда девушка поднялась со своего укромного места И уверенным шагом направилась ко мне Ну уж нет, милочка Не для тебя мой голос звучал сегодня Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok